следующий вопрос, если в его семье, то есть в семье человека есть такой человек, которого ты не обязан обеспечивать, то есть в твоей семье, но в то же время ты его не обязан обеспечивать, можно ли давать ему заказ? Сказал Ибн Кудама в своей книге «Аль-Мугни» Если в его семье есть такой человек, член семьи, которого ты не обязан обеспечивать, как, например, сирота посторонняя. Разберем сначала, что такое посторонняя сирота. То есть сирота бывает двух видов. Ятим Аджнаби и Ятим Кариб. То есть, допустим, Аджнаби, посторонняя сирота, это ребенок, который остался без отца до совершеннолетия, но к твоей семье он не имеет отношения. Допустим, твой сосед. Твой сосед скончался, у него остался ребенок. Сирота или нет? Сирота. Но он тебе близкий, близкая сирота или посторонняя сирота? Посторонняя, то есть этот сосед не твой родственник. И есть сирота какая? Близкая. То есть, если есть у тебя родной брат, допустим, и он скончался, у него остался ребенок, который остался сиротой. Так? То это для тебя кто? Ятим Кариб. Вот на Ятим Кариб ты обязан его обеспечивать, обязан тратить на него материально. А что касается Ятим Аджнаби, то по идее ты не обязан его обеспечивать. Но если этот Ятим Аджнаби оказался в твоей семье, то есть ты взял его себе или кто-то взял из твоих родственников, то ты не обязан его обеспечивать, так или нет? Так как он посторонняя сирота. Вот это ясно или нет? Так вот вопрос. Можешь ли ты давать ему закат? Мнение Мама Ахмада в этом вопросе, что ты не имеешь права платить такому человеку, то есть такому сироте закат. Потому что этим самым ты снимаешь с себя ответственность по обеспечению этого сироты. То есть Мама Ахмад считал, что человек обязан обеспечивать постороннюю сироту. Так если она, эта сирота оказалась в твоей семье. Но более правильное мнение, иншаллах, то, что разрешено платить закат такому сироте. Потому что он подпадает под одну из категорий, восьми категории, тех, которые заслуживают закат. Разве сирота одна из категорий? Сирота разве является одной из восьми категорий? Что скажет? Нет, не является. Что имеется в виду здесь? То есть если он мискин или фахив, если эта сирота, некому его обеспечить. То есть он попал в положение мискина. И нет никакого достоверного довода, и также единогласного мнения, и никакой правильной аналогии, которая бы запретила нам выплачивать закат такому сироте. Поэтому нельзя выводить его из общего контекста, на которых разрешено платить закат, без довода. Ясно или нет? Значит, если в своей семье есть человек, которого ты не обязан обеспечивать, то ты можешь платить ему закат, даже если он в своей семье. Понятно или нет? Далее.